Купри в хай хеллоу. С вами Кирёмба, и в этом видео я хотел бы поговорить с вами о витубере под ником Априкотфрут. Вероятно, вы могли слышать о ситуации с ней и её мужем, а именно бывшим мужем, и о том, как она ему, как утверждают, изменилась пятью разными мужиками, и как он её арбузил. Но сегодня я хотел бы поговорить в принципе о её личности и о том, можно считать её жертвой или нет. Сразу скажу, что я не несу цель этим видео кого-то там преследовать, таргетить или ещё что-то, ибо харассмент незнакомца в сети у дел дебилов. Хочу лишь просто донести до ру-сегмента историю о том, что это за блюдо и с каким соусом его подавать. Тему измены и арбузов мы ещё затронем, но давайте начнём с самого начала. Кто она вообще такая? Априкотфрут – это англоговорящий витубер, родом из Великобритании, работающий с агентством Вишоджо. Дебютировала она 27 ноября 2020 года с вводным стримом в качестве одного из витуберов первого поколения под Вишоджо. В первую очередь известна тем, что стремит на Твиче в категории джаст-чаттинг, либо, если не в этой категории, то рисует или играет во что-то. До того, как она стала витубером, была известна как своего рода микроинтернет-селебрити под ником Biasafricot, зависающая на фатчане на борде K, на имиджборде, а не всяких пабликах ВК или каналах ТГ. Ну и учитывая то, какие базовые мнения исходят из фатчанов, постоянное пребывание там может повлиять на характер человека, а именно, разбрасывание всякими геймерскими словечками на N и не только, гомофобией, расизмом и так далее. Не то, чтобы в руссфере это имело большое значение, но на Западе вас могут легко казнить без суда и следствия в соцсетях вроде Твиттер. Поэтому, если вдруг вы там планируете делать контент для англоговорящей аудитории, то следует быть осторожнее в своих словах. Ну и учитывая то, что в свои истоки она берет с имиджборд, за собой жизнь ютубера, она притянула и людей, от которых не очень понравилось то, как прогрессивно она ведет себя в новом окружении. И тот факт, что люди сцепляются к тому, что там кто-то говорил лет 5 или больше назад, такой бред на самом деле. Но ее бывшие друзья, в кавычках, так не считали и немного очернили ее репутацию в сети. В любом случае, смысла это обсуждать я не вижу, ибо все эти приколы были актуальны лет 5-6 назад, а за это время человек легко может поменяться. Поэтому перейдем к следующей теме. Из всего, что я смог найти в сети, я смог выделить 4 случая, когда она упоминалась в какого-либо рода драмах. Начну с самых коротких и закончу более длинными. Ситуация с Накстаку. Где-то 3 года назад, витубер под ником Накстаку сделал видео, которое, как я понимаю, поставило под угрозу информационную безопасность талантов Вишоджо. В том видео он освещал ситуацию касательно группы людей, которые харасили и доксили витубера Нянерс и кого-то еще из Вишоджо. И Вишоджо пытались с ними разобраться, и легально им посоветовали не освещать и не давать внимания этим челам. Ну и, сделав это видео, он поставил официальное расследование под угрозу, из-за чего и вызвал такой негатив в свою сторону, от Фрут в том числе. Особо тут нечего перетирать, поэтому идем дальше. Ситуация Сант Химе. Тут говорить особо много смысла нет, ибо, как такового, скандала между ними и не было. Это было больше похоже на одностороннее поливание грязью со стороны менее популярного витубера в сторону, понятное дело, более популярного. Достаточно просто взглянуть на ее твиттер, чтобы сделать вывод, что у человека явно Фрут живет в голове без оплаты аренды. Ну и отдельного внимания заслуживает этот репост. Серьезно, вот что это такое, блять? Короче, да, идем дальше. Драма с Хогвардс Легаси. Также известна как The Wizard Game Saga. Во время выхода игры была актуальна... Да и, наверное, сейчас она тоже актуальна. Травля Джоан Роулинг из-за ее слишком базовых для западного твиттера высказываний. И когда вышла Хогвардс Легаси, ее хейтеры стали бойкотировать и травить людей, которые в это играли. Но и один из витуберов, агентство Вишоджа под ником Силер Вейл, решила поиграть в эту игру на стриме. Ее, понятное дело, захарасили, закибербулили и все такое. В ответ на это, Фрут на ее стриме отреагировала на это словами со скрина на экране. «Я люблю всех своих друзей. Все совершают ошибки, как и другие люди». Люди этот ответ не оценили, в результате чего Фрут тоже подверглась негативному вниманию со стороны толпы с твиттера. Вот только забавно то, что уже со стороны не хейтеров Джоан Роулинг. Ну и Фрут не нашла ничего лучшее, кроме как дополнительно ответить вот этим постом в твиттере. Мне ничего не стоит быть каждый день доброй и принимать людей такими, какие они есть. Поэтому за каждый лайк под этим твиттом я буду донатить 1$ Мирмейтса. Благотворительность, которая поддерживает детей с разными гендерами. Я не знаю, как еще лучше вот это перевести. И хоть это не говорит о том, что она поддерживает харассвен в сторону своей коллеги, но в то же время она ничем не помогает в этой ситуации. Не проявляет никакой поддержки в сторону своей якобы подруги. И если не учитывать во внимание то, что речь идет о достаточно больших медийных персонах, это еще можно как-то отбросить, как проблемы межличностных отношений. Но сам факт того, что она приняла участие в этой драме, ей хорошей репутации не дает. Ибо вот этими вот постами она, можно сказать, поставила себя в оппозицию большей части людей, которым вообще есть дело до ситуации с Гарри Поттером. Ну и еще этот благотворительный фон, как там люди говорят, очень плохой и обладает сомнительной репутацией. Она хоть это и подметила потом, но с этим мы еще не закончили. Ну и учитывая ее предысторию с Фатчана, это образует еще больше камней у нее в огороде. А, ну и самое интересное, то что никакого публичного заявления о том, что она действительно куда-либо донатила, не было. И, напоследок, измена с Desynchronizer, ее бывшим мужем. Совсем недавно, 19 сентября, Апликот Фрут выпустила вот этот вид с огромнейшим гугл доком на 90 страниц. Ну, надеюсь, что для вас недавно ее выпуск видео долго не займет. Суть этой всей ситуации в чем? Ходит мнение, что она еще до того, как стать ютубером, изменила своему мужу с пятью разными мужиками. Начнем с самого начала, пожалуй. Ее бывший муж Desynchronizer и она, еще до того, как она стала ютубером, организовали свой магаз с мерчом околовоенной тематики. Дела в том магазине шли не очень гладко, судя по тому, сколько во время расследования я натыкался на жалобы о недоставке и так далее, но не суть. Суть в том, что ее муж закрыл магазин, опубликовав этот пост. Полностью его переводить я не буду, лишь вкратце опишу, что магазин закрывается по причине неверности его жены во время того, как он был в армии в течение года. Узнал он об этом благодаря тому, что тот чел сам ему все рассказал, ибо он не знал, что они женаты, говорил, что она его обманула, не говорила об этом и так далее. Ну и все эти обвинения были актуальны на протяжении всего времени ее витуб карьеры и со временем дополнялись, что, мол, она вообще с пятью мужиками ему изменяла. Короче, очередная ситуация по типу он сказал, она сказала. И вот она наконец решила высказаться как-то по этому поводу. В этом документе на 90 страниц она говорит о следующих вещах. Называет его Арбузером, он плохо отреагировал на то, как ее в аэропорту лапали, он ставил ее перед выбором с***** без согласия или измены, унижал ее из-за ее дислексии, называя ретардом, тупой и так далее. Ему не понравилось, как она смотрела какое-то Юрия аниме и с ним это захотела обсудить. Его больше волновала его тексуальная жизнь, чем ее психическое здоровье. Как он ее оградил от семьи, друзей и других знакомых, заставил ее жениться на нем лишь ради того, чтобы у нее было меньше возможностей сбежать от него и так далее. Я мог бы долго продолжать этот список, но я не хочу все это пересказывать, и вот там понятно, что он тут еще козел по ее словам, все дела, бла-бла-бла и так далее. Если вам интересно, вы сможете сами найти этот гуглдок и прочитать это все. Кстати, важно отметить, факт измены с ее стороны она нигде не упоминала. Утверждать, что все это дело соответствует правде я не буду, ибо скриншоты можно очень легко подделать с помощью HTML, поэтому однозначное мнение я вам не рекомендую оставлять. Ну а вообще, своим мнением по этой ситуации вы можете поделиться в комментариях, мне будет интересно его почитать. В связи с этой ситуацией я скажу следующее. Я сам ненавижу изменщиков и считаю, что в отношениях это самая моральная вещь, которую можно совершить. Поэтому, если бы Фрут не выразил свое мнение по поводу своего бывшего мужа, я бы максимально осуждал ее. Однако, если все это правда и муженек сам та еще мразота, то какую-то определенную сторону я принимать не буду. Если бы было известно, что было первым, факт издевательства со стороны мужа или измены со стороны Фрут, я бы еще подумал. Но тут крайне неоднозначная, на мой взгляд, ситуация, и оба участника этого брака друг друга стоят. Поэтому, предпочту сохранить нейтральную позицию. Отдельного внимания, конечно, стоит то, как к этому отнеслись люди. Рандомные люди ее, мягко говоря, осудили. Причем, осудили достаточное количество людей. В то время, как ее коллеги по цеху ее в большинстве своем поддержали. Их поддержку я еще могу понять, так как они друзья, а если твой друг совершил хуйню, то ты его, скорее всего, попробуешь покрыть. Но от чего я не могу понять, так и от того, как некоторые от этого сами пострадали. Но хотя, чего это я? Засегдатые твиттеры, те еще животные, которым достаточно повод дать для того, чтобы они набросились на кого-то. И вот пришла пора подойти к общему выводу. Поразмышляв над всей этой темой, могу сказать пару вещей. Априкот Фрут сама по себе однозначно плохим человеком не является, но нотками говна обладает. Ну, камон, кто не без скелета в шкафу на самом деле? Тот факт, что она крупная медийная личность, играет большую роль в обсуждении этого вопроса. Поэтому без доли субъективизма на это взглянуть, увы, практически не получается. Единственное, что можно сказать, так это то, что она такой же человек, как и мы, и у всех бывают свои братан моменты, за которые мы должны нести ответственность. Точно так же, как она должна понести ответственность за, как утверждают, пятикратную измену, громкие обещания благотворительности и, в принципе, не самое профессиональное поведение во время ситуации с Hogwarts Legacy. Ну, в принципе, всё, что я хотел вам рассказать по этой ситуации, я рассказал. Поэтому, если вы досмотрели до конца, то благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, мне будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь, а также чекните другие соцсети в описании к видео. А на этом всё. Пок-пок.